Привет, мои хорошие! Очередной выпуск вопроса и ответа сегодня пройдет в более расслабленной обстановке. Так как пришла осень и мой иммунитет немножко ослаб, простуда меня одолела, немножко буду говорить в нос. Периодически попиваю чаек, поэтому мы тоже наливаем себе чай и проведем это время вместе. Здравствуйте! Поговорим мы сегодня о пастели, о сухой масляной и восковой. Расскажу, что да как, поэтому если вам интересна эта тема, хочется узнать о пастели побольше, то оставайтесь со мной. Да, то оставайтесь с нами. Итак, что же такое пастель? Пастель это целая группа художественных материалов, которые используются в графике и живописи. Но если брать более классическую музейную классификацию, то пастель это именно графический материал и используется исключительно в графике. Но многие художники с этим спорят и все-таки пастель приравнивают к живописи. С ними можно в чем-то и согласиться. Выпускается пастель в виде мелко, покруглой или квадратной формы. Все зависит от марки пастели. Чаще она совершается все-таки в округлой форме, но удобнее работать квадратными мелками. Это чисто по моему опыту могу сказать. Также пастель бывает масляная, сухая и восковая. В чем же отличие? Отличие в составе. Так как масляная пастель в своем составе имеет пигмент, который спрессован на основе льняного масла. То есть это как тюбик спрессованных масляных красок в более сухой форме. И многие художники масляной пастели именно используют в масляной живописи, в этюдах, например, так как упаковку масляной пастели намного легче вести. Также используют в подмалевках, когда не нужно выдавливать краски. Нужные цвета мелков разбрасываются по холсту, наштриховываются и растушевываются с помощью кисточки, разбавителем, либо льняным маслом. И в дальнейшем, после просыхания подмалевки, уже по масляной пастели рисуют масляными красками. Этот способ очень удобен, можно взять себе на заметку, если вы любите делать подмалевки очень быстро, и для этого не хочется, выдавливаю лишний раз в масляные краски. Также масляной пастелью рисуют и на бумаге. Примеры работы масляной пастели на бумаге можно посмотреть вот в этом видео, в моем видео уроке, и попробовать повторить такую же картину. Также ссылочку на этот видео урок ищите в описании под этим видео. Но когда вы начнете рисовать масляную пастелью по бумаге, то вы заметите, что она совсем не тушуется, практически не тушуется. Растушевать ее можно с помощью растушевочного карандаша, либо кисточкой пальчиком растушевать, ее уже не получится. В отличие от сухой пастели, о которой мы поговорим попозже. Также, кроме масляной пастели, есть восковая пастель. Отличие в том, что в составе на место льняного масла используется воск высшего качества, и присоется также пигмент с воском, и получаются вот такие вот восковые мелочки, которые больше используются в детском творчестве. И в художественном магазине вы вряд ли встретите восковую пастель художественную. Таких вот лично я не встречала. Только в детских наборах детские восковые мелки. Так как восковая пастель, она совершенно не тушуется, восковую пастелью рисуют только на бумаге, и с помощью накладывания слоем на слой, то есть штрихуются постепенно. Но все равно эффект, который получается восковой пастелью, мало кого устраивает, поэтому мало кто ей рисует. В основном любят же сухую пастель, и кто уже рисовал сухую пастель, тот понимает, почему же ее больше любят. Если сравнивать сухую пастель с масляной, то даже в понятиях академической школы масляная пастель считается учебной, а сухая пастель уже считается свободным материалом, которым можно создавать достойные картины. И вы заметите, что в работе с сухой пастелью очень приятная растушевка, работаем в основном пальчиками, иногда используем растушевочный карандаш в мелких деталях, иногда в сухую пастель добавляем пастельный карандаш, так как тоже пастельным карандашом удобнее выписывать мелкие детальки. И можно создавать действительно очень интересные и красивые работы. Примеры того, как можно рисовать сухой пастель, можно посмотреть в моем видео уроке. Также ссылочку на целый альбом с видео уроками по пастели, с пастельными картинами тоже оставлю в описании под этим видео. Зайдите, посмотрите, порисуйте. И тоже у вас сложится свое мнение, свое отношение к пастели. Давайте разберем поподробнее сухую пастель, так как это основной материал, и многими любим, и мной любим, рисую ей давно, и она мне очень нравится. Как я и сказала, она очень хорошо тушуется, и сухой пастель уже рисуют на бумаге. На холстении не рисуют, в основном рисуют на бумаге пастельной. Если брать, какую же бумагу выбрать, конечно, можно нарисовать и на обычной бумаге, можно нарисовать и на акварельной бумаге, но качество рисунка от этого будет страдать. Так как пастельная бумага для этого и создана, чтобы держать на себе вот этот меловой порошок от пастели. Обычная же бумага, она слишком гладкая, на нее пастель плохо ложится и совершенно не тушуется. С акварельной бумаги чуть получше, так как она шершавая и создана для того, чтобы задерживать влагу, то на ней можно пробовать рисовать пастельную, но тоже все равно она не будет держать много слоев пастели. То есть пастельная бумага, она рассчитана на несколько слоев, то что вы будете цвета насваивать, между собой перемешивать прямо на листе и не будут образовываться карточки. И каждый слой пастельный будет яркий. В отличие от акварельной бумаги, на акварельную бумагу много слоев положить. Так как она не предназначена для этого, а предназначена для задерживания воды. И поэтому, если вы хотите рисовать пастелью, развиваться в этом направлении, то все-таки нужно присмотреться к пастельной бумаге. Если же делать выбор, какую бумагу я могу посоветовать, то я останавливаюсь всегда на бумаге фирмы Cancel. Замечательная бумага, всегда на ней только и рисую, и все видео уроки, которые вы видите на моем канале, созданы именно на этой бумаге. Остальная бумага, которую я пробовала, мне не очень нравится, но тут же смотрите, что нужно пробовать. Потому что у каждого своя манера, у каждого свои привычки наслаивания мелка. Поэтому пробуйте разную бумагу и тоже ищите свою любимую. Если у вас уже есть своя любимая пастельная бумага, то поделитесь об этом в комментариях. Думаю, многим будет интересно почитать и сориентироваться на какие фирмы обратить внимание. Если же брать во внимание цвет этой пастельной бумаги, потому что вы обратите внимание, что цвета у пастельной бумаги разные. То может встать вопрос, какой цвет взять. Тут смотрите, это зависит от того, что вы рисуете. Например, если вы берете какой-то объект на ярком однотонном фоне. Например, яблоко зеленое на фоне малиновом. То вы берете малиновую бумагу, потому что лишний раз, не тратя время на создание фона, вы уже его себе, так сказать, создали цветом бумаги. Но если же у вас идет какой-то пейзаж, либо натюрморт, где полностью вы фон заштриховываете, то лучше взять нейтральный цвет, серые оттенки. Мне очень нравится в работе, потому что все равно этот цвет вы полностью заштрихуете пастелью, и вы не будут видны цвет бумаги. А на нейтральном цвете удобнее работать, то есть все цвета проглядываются. Но если у вас вдруг осталась, например, только красная бумага, как, например, в моем уроке с мельницей, то тоже можно использовать хорошая бумага. На ней хорошо ложится пастель, и ее в итоге не видно за слоем пастели. Поэтому можно, на самом деле, взять любой цвет. Главное, заинтересовать. Если же говорить про выбор самой сухой пастели, то их, так же, как и фирма бумаги, огромное количество. Зайдете в художественный магазин, большой, то у вас глаза разбегутся, потому что пастели есть разные, по разной ценовой категории, и станет вопрос, какую же выбрать. По отзывам, если смотреть художников в интернете, то все советуют взять Рембрандта, дорогущую пастель, 90 или 30 кусков, и ей рисовать. То есть считается, что самая лучшая пастель – это Рембрандт. Я лично ее не пробовала, потому что, как я и сказала, она дороговата. Основной мой материал – это масло, а не пастель. А пастель – это больше для меня такой учебный материал. Поэтому я не тратю большие деньги на пастель и остановила свой выбор на фирме Олки. Эта фирма мне действительно нравится, у нее замечательная палитра, замечательная цена, она отлично ложится на бумагу, не пылит, хорошо растушевывается. То есть мне этой пастелью работать очень удобно на хорошей пастельной бумаге и даже на акварельной бумаге ей можно создать неплохую работу. Поэтому тоже обратите свое внимание. На упаковке должно быть написано, что пастель сухая и мягкая, потому что есть пастели разные твердости. Твердая – это больше подходит для наждачной бумаги, для грубой поверхности. Мягкая же вот именно подходит для бумаги, для пастели. Поэтому всегда смотрите, чтобы пастель была мягкая. На английском языке должно быть написано «софт». «Софт» – это значит пастель мягкая. Но в «Волке» не все так прекрасно, как я вам рассказала. Для меня есть единственный минус в этой пастели – это не хватает ярких цветов. Ярких, насыщенных цветов там нет. Пастель имеет такую более разбеленную цветовую гамму. И тут меня спасает пастель корейская фирмы «Mingo». Недавно здесь я эту пастель открыла, она тоже недорогая. У нее уже идут такие квадратные брусочки. Цвета у этой пастели очень яркие, насыщенные. Именно то, что не хватает в ней волки. Но минус этой пастели – это то, что она очень сильно пылит. Ложится она хорошо, тушуется она хорошо, но очень пылит, из-за чего расход не очень экономичный. То есть половину продукта, который вы втираете в лист, приходится сдувать. Это мне в этой пастели не нравится. Но за тот цвет, который дает мне эта пастель, я ей это прощаю. И совмещаю две пастели – «Ouki» и «Mingo». Поэтому тоже присмотритесь к этим пастелям. Если вдруг у вас в городе нет «Ouki», то возьмите корейскую пастель. Она тоже неплохая, но учитывайте, что она очень сильно пылит. И расход у нее не очень экономичный. Если у вас также есть любимая пастель, которую вы давно рисуете, и вам она очень нравится, то тоже поделитесь в комментариях под этим видео. Всем будет интересно почитать и тоже сориентироваться в названиях фирмы. Я тоже с удовольствием почитаю. Теперь давайте поговорим о хранении пастельных работ. Так как цвет мы смешиваем прямо на бумаге пальцами. После того, как работа закончена, ее нельзя тугать пальчиками, чтобы не смазать уже созданные нами цвета. И что же делать? Можно ли как-то закрепить пастель? Закрепить ее можно. Существуют специальные фиксативы в художественном магазине. Вы так и не увидите. Название фиксатив для угля, графитного карандаша и пастелей. Но по составу он очень похож на обычный ланг для волос, поэтому многие художники покупают просто ланг для волос и им закрепляют пастельную работу. Закрепляют двумя-тремя слоями на расстоянии 30 см. То есть каждый слой просушивают. Сделали один слой, просушили второй, просушили и третий просушили. Но оба столы закройте пастелью либо фиксативом, либо лаком. Вы увидите, что она нам очень потемнела. Стали цвета контрастными и даже очень яркими. Что к пастели не свойственна. Если обычно такой эффект не нужен. Лично я работу не закрепляю ни лаком, ни фиксативом. Чтобы сохранить пастель из цветов, разбеленную, приятную, которую нам дает пастель. И работу я стараюсь сразу оформить под стекло, правочку. Стекло очень хорошо хранит пастель. Можно повесить. И многие года и даже столетия ваша работа будет висеть и радовать глаз. Если же у вас нет места и возможности каждую работу оставлять в рамочку. То работу можно не закрепляя, а положить в папку. Просто между работами проложить кальку. Чтобы смягчить соприкосновение с красочным слоем. И тоже так можно работы хранить в папочке. Она будет там лежать и ждать целого часа, когда же она окажется в рамочке пастиков. И таким образом все работы я и храню. То есть закреплять лаком не обязательно. Все зависит от того, какой вам эффект нужен в пастели. Нужен ли вам этот контраст и яркость цветов. И если он не нужен, то можно не закрепляя, сразу либо оформить, либо положить в папку. Лучше картины пастельные хранить подальше от солнечного света. Так как есть такое свойство у всех красок выгорать. У пастельные исключения тоже на солнышке выгорает. То есть мы храним в отдаленном от окна месте. Картины под стеклом. Замечательно все храним. И на этом все. Я буду заканчивать видео. Спасибо, что досмотрели до конца. Мы с котом очень старались сделать видео полезным и информативным. Если это так, то поставьте пальчик вверх. Мы будем очень рады. Также делитесь вашими мнениями, вашими впечатлениями в комментариях. Оставляйте вопросы, запросы на следующее видео. Вопрос-ответ. Обязательно в ближайшее время сниму и размещу на своем канале. Все, всем большое спасибо за внимание. Помните, что рисовать может каждый. Пока-пока. Такой сердитый кот. Сердитый кот. Сердитый недовольный кот. Смотри-ка. Пока. 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 Два. Пока.